Добрый день дорогие друзья, на связи Агроформат. И у нас для вас есть просто чудесная новость, но обо всем по порядку. Сейчас около 90-95% культиваторов, используемых в фермерских хозяйствах, привезены из-за рубежа. В связи с этим могут появиться такие проблемы, как нехватка деталей, долгое время доставки, повышение цены и так далее. И нередко это может привести к простоям, а как следствие к потере денег. Потому, учитывая сложности рыночной конъюнктуры, мы решили пойти по пути импортозамещения. И вот сейчас вы можете видеть на своих экранах первый культиватор от компании Агроформат УПК-01. На данный момент это один из самых доступных по цене и обслуживанию агрегатов для приствольной обработки. Он обладает необходимыми характеристиками, которые более чем способны закрыть потребности отечественного фермера. УПК-01 прошел ряд необходимых испытаний и сегодня, прямо сейчас, мы готовы показать его вам. Универсальный приствольный культиватор УПК-01 от компании Агроформат. Оборудование произведено в Российской Федерации. На культиваторе установлена самая популярная часто используемая насадка-нож. В будущем данный культиватор можно будет доукомплектовывать разными насадками, такими как окучиватель, разокучиватель, садовые триммеры и другие. Не случайно в названии используется слово универсальный, так как данный культиватор является носителем для целого ряда других насадок, которые появятся в будущем. Значит, а сейчас давайте поподробнее остановимся на насадке-нож. Он имеет длину 60 сантиметров, сейчас он находится в сложенном положении, но когда мы подключим трактор на навеску, на гидравлику трактора, то этот нож займет боевое свое штатное положение и ширина обработки в приствольной зоне составит ориентировочно 45-50 сантиметров в зависимости от типа и состояния почвы в приствольной полосе. Значит, он имеет специальный гидравлический щуп, который имеет тонкую регулировку с помощью пружин и шайб. То есть, что мы делаем, когда мы настраиваем? Мы переставляем пружины, меняем их местами, подкладываем шайбы в нужные места. Наши специалисты это расскажут при запуске. И настраиваем, и таким образом мы добиваемся необходимой жесткости щупа. Значит, дальше глубина обработки выполняется с помощью опорных колес и с помощью подрезного диска, который установлен в передней части культиватора. Он нам подготавливает почву, подрезает в приствольной зоне полосу и готовит эту полосу для прохода ножа. Значит, вот посмотрите, здесь я вам приготовил специальные маячки, мы можем их видеть. Эти маячки означают транспортную ширину, габарит трактора МТЗ-82. Он составляет 2 метра. То есть, от центра культиватора мы взяли по 1 метра влево и вправо и показали, как оно будет выглядеть на тракторе МТЗ-82, на самом популярном тракторе у наших садоводов, как он будет выглядеть на этом тракторе. То есть, с правой стороны по ходу движения, в сложенном положении, он будет выступать на 20 сантиметров за габарит трактора. С другой же стороны, с левой стороны по ходу движения, он совершенно не будет выступать за габарит трактора МТЗ-82. Значит, дальше. Здесь мы видим специальный рычаг. Он является, значит, он работает вместе с щупом и является его дублером. То есть, если дерево у нас молодое, мы не хотим использовать щуп, мы можем использовать специальный этот рычаг-дублер щупа. Соответственно, на полном вылете, когда мы используем полный вылет оборудования с помощью гидроцилиндра, установленного на его раме, значит, он может выехать в сторону приствольной зоны за габарит трактора на 1 метр до основания ножа. То есть, что мы получаем? Мы получаем 1 метр плюс ширина обработки приствольной зоны 45-50 сантиметров и того 150 сантиметров до края ножа. Вот. Приглашаю вас в компанию «Агроформат» за своим культиватором. Друзья, ждем вас!